Привет зрители, ставим лайк и поехали! Этому мальчику всего 12 лет, но он уже местная знаменитость. Его зовут Леонардо Никанору Кентерес, но дома все его родственники нежно называют Нико. Леонардо родился и вырос в маленьком аргентинском городке. В этом не очень благополучном районе городка Лас Пьедратос не было почти никаких достопримечательностей и даже школы. Все, кто там жил, занимались физическим трудом и большинство даже элементарного школьного образования не имели. Правда, многие отправляли своих детей в соседний город, но из-за длинного пути в школу многие просто бросали обучение и шли сразу работать. Однако совсем недавно все изменилось. Маленький 12-летний мальчик решил основать свою школу и теперь он преподает в ней своим соседям. Сейчас в его подчинении 36 школьников. Парень решился на такой шаг с целью помочь своим соседям догнать школьную программу. Многие его друзья из-за нехватки времени или же из-за отсутствия понимания уже бросили школу. По словам Ника, это очень плохо и ему захотелось изменить ситуацию. Леонардо назвал свою школу Патрио Юнити Скул. Здесь он и учитель и директор одновременно. По утрам Ника такой же обычный школьник, как и все его сверстники в ближайшей школе. А уже после обеда Леонардо учитель своих 36 учеников. В его учебном заведении есть несколько курсов начального уровня и даже место для детского сада. Ника не скрывает, что воплотить в жизнь такой проект ему помогали его родственники и друзья. Просто соседи подарили школе Леонардо много учебников для библиотеки, доску и даже звонок, чтобы сообщать о начале и конце урока. Также некоторые его взрослые друзья вызвались быть преподавателями в его школе. И так в школе стали преподавать испанский и математику. В школьной библиотеке Леонардо также собрал много художественных книг. Среди его учеников есть его сверстники, но также и уже достаточно взрослые люди. А почему бы и нет? Ведь учиться никогда не поздно. Школа Ника работает в таком же режиме, как и любая обычная. Но то, что в ней директор 12-летний парень вызывает немалый интерес. У Леонардо уже брало интервью не одно мировое СМИ. Как бы там ни было парень добился чего хотел. Ведь главное идти к своей цели и не останавливаться. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.